Всем привет, с вами Настя Черема, Вишневый Блог, и рада вас снова приветствовать на своем канале. Сегодня я хотела бы рассказать про какие-то казусные, неловкие, неприятные моменты, которые были у меня на съемках. Для тех, кто не знал, я актер массовки, к сожалению, только массовки пока что, но хочу расти больше. И я частенько хожу на разные съемки для разных фильмов, сериалов, польских, международных. И пару лет назад я снимала видео именно про саму систему, как это все работает. К сожалению, его уже нет на моем канале, но если вы хотите, я могу снять новое, так как сейчас я обладаю большей информацией на эту тему. Так что если вы хотите видео подобное о том, как вообще происходят съемки, именно более в техническом... Так что если вы хотите узнать, как именно проходят съемки, как туда попасть, что делать, как делать, пишите в комментариях, я обязательно сниму про это видео, если это вам будет интересно. Так вот, к теме сегодняшнего видео. Частенько ты приходишь на съемку, не до конца зная, что будет происходить. Ты знаешь просто, что ты будешь, например, в толпе, в какой-то там локализации, в какой-то там одежде, но именно о чем фильм и что какие там актеры, что будет, ты не особо понимаешь. Я признаюсь честно, в половине съемок, куда я ехала, я вообще абсолютно не имела никакого понятия, куда я еду, какой это будет фильм, сериал, что это вообще. И это был один из тех случаев. Во-первых, мы ехали в аэропорт Модлин, он находится за городом, примерно в час езды. Нас собрали в центре города, и мы на автобусе... Хорошо, что нас забрали автобусом, они уехали сами. Мы все вместе поехали в этот аэропорт. В общем-то, была обычная съемка, мы просто ходили на улице там, где аэропорт, делали вид, что там очень тепло, хотя была уже осень. И просто были как массовка. Но важную роль в этой ситуации, в этой съемке сыграл именно главный актер. На удивление, да? У него очень запоминающаяся внешность. И когда я была тогда на съемках, я подумала, что он наверняка какой-то испанец-итальянец. Я подумала, о боже, это точно не поляк, потому что таких поляков не бывает. Он был очень такой в костюмчике, такой на пафосе, но прикольный. Но я подумала, блин, я его не знаю, может быть, он действительно какой-то известный в Польше актер. Но я подумала, может быть, с ним сфоткаться. Вдруг он реально известный, а я не сфоткаюсь, хотя я его видела. Но я так к нему и не подошла, хотя много раз видела его на съемках. И весь казус, вся неловкость этой ситуации заключается в том, что спустя полгода-год я увидела и услышала со всех сторон просто, что вышел новый фильм, польский, и он на Нетфликсе. И он как будто бы польская версия 50 оттенков серого. Да, фильм «365 дней». Оказывается, я снималась в нем. И я видела именно этого красавчика, по которому сейчас все сходят с ума. И я просто думаю, блин, надо было с ним сфоткаться, потому что сейчас он мега популярен именно из-за этого фильма. Хотя фильм на самом деле говно. Не смотрите. Хотя, ну, можете посмотреть, мне вообще не понравилось. Это абсолютная пошлятина, как по мне. И там уже какой-то стокгольмский синдром происходит. Так что это не по мне. Но было прикольно, что я создала только через год, что я сдалась в каком-то фильме, который вышел еще на Нетфликсе и который популярен по всему миру. И это было такое смешное создание. Но в то же время я понимаю, что это очень пошлый, грязный фильм. И я просто такая... Кстати, меня там вообще не видно. Как и в большинстве случаев, просто ты там ходишь почти целый день, чтобы тебя вообще не было видно. Не спрашивайте тогда, зачем это. Я тоже не понимаю. Второй случай тоже был в аэропорту, но уже в другом. Кстати, да, очень часто я езжу на съемки в аэропорт. Мы были уже в другом аэропорту. В аэропорту Шопена, в Варшаве. И мы снимались ночью. То есть мы приехали в 10 вечера и закончили только в 5 утра. То есть всю ночь мы были в этом аэропорту. Мы снимались для какой-то рекламы польских авиалиний. Кстати, я ее не находила нигде на просторах интернета. Так что, может быть, она вообще не вышла. Либо я что-то перепутывала, и это другая авиалиния. Ну, в общем, не суть. Всегда, когда ты только приходишь на съемки, примерно час-два, ты сидишь просто в ожидании, когда все придут, вам еще раз дадут покушать, расскажут полностью план, пока будут готовиться все камеры, главные актеры, вы просто сидите. Поэтому первые два часа съемок не так важны. Поэтому я решила пойти где-то поискать стеночку, у которой можно посидеть, разложить все свои вещи. И была очень неприятная для меня лично ситуация. Это было так. Я сидела на полу, я искала розетку, и я встала и наклонилась за вещами, которые были внизу. И когда я вставала обратно, это чисто мое везение, там были вот такие вот поручни железные. И когда я вставала обратно, я просто со всей туры ударилась головой об эту штуку. Я не знаю, как я выдержала до пяти утра там. Но, во-первых, мне было неловко, потому что, мне кажется, я это увидела пола аэропорта и услышала, по крайней мере, этот громкий звук. А во-вторых, мне, конечно, было не очень хорошо дальше все это время, при том, что еще я хотела спать постоянно, потому что это как бы ночь. И мы закончили снимать буквально на рассвете. Но на самом деле эти съемки стоили того. Вот именно на тех съемках я увидела, почему именно я снимаюсь в них, почему именно меня интересует киноиндустрия. Потому что последний кадр, когда мы снимали, это был уже рассвет. И мы снимали, как пары с ребенком выходят с аэропорта. И в этот момент массовка не особо была нужна. Ну, точнее, я отошла, потому что я там не была особо нужна в кадре. И я стояла как раз-таки за режиссерскими экранами, там, где показывалось, что как происходит на самой площадке. И в этот момент я вижу просто этот чудеснейший рассвет. Я смотрю в экране, как идут люди, как они показывают свои эмоции, как все сидят тихо-тихо, чтобы не было никакого другого постороннего звука. И это просто волшебный момент, действительно. Если вы такой же человек, как я, который увлекается киноиндустрией, вы меня поймете. Потому что, когда ты присутствуешь хотя бы просто на съемочной площадке, это просто завораживает. Ты понимаешь, что здесь происходит волшебство. Но в большинстве мусобок так не происходит, потому что в основном это снимается где-то вообще непонятно где. Ты понимаешь, что тебя, скорее всего, не будет видно, что ты проведешь здесь весь день, просто снимая сцены, которые будут примерно длиться секунд двадцать. И это очень утомляет, на самом деле. И как раз-таки об утомлении моя последняя история со съемок, которая произошла совсем недавно, пару недель назад. На тот момент я уже очень давно не снималась нигде, потому что коронавирус, и из-за него приостановили многие съемки, как вы, скорее всего, знаете. Но потом уже немного стало это проходить, просто делали тесты на коронавирус. Так вот, мы приехали на съемки. Это был международный фильм, шведско-польский, как мы узнали уже позже по актерам и по тому, кто вообще снимал это. Так вот, мы приехали в 6.40 утра к самому центру Варшавы. Там нам всем делали ПЦР-тест. Кстати, впервые я делала ПЦР-тест. И, как я поняла, ни у кого не было короны, что замечательно. То есть мы продолжили дальше. Мы продолжили дальше сидеть. Просидели мы, в общем счету, часов 6. Часов 6 мы просто сидели, ничем не занимаясь. Спустя 6 часов, почти в час дня, мы пошли к месту, где должны были быть съемки. То есть они были где-то в 7 минут ходьбы от нашего вот этого палаточного центра. Мы пошли туда и еще час простояли там, просто ожидая чего-то. То есть 7 часов мы потратили просто в никуда. Напоминаю, мы приехали в 6.40 утра. То есть встали мы все почти в 5 утра. Это уже было ужасно. А написано было, когда мы записывались на эти съемки, что они будут до 3. И тут нам говорят, что нам нужно снимать не одну сцену, а две. И мы понимаем, что в 3 часа мы отсюда не выйдем. Но это еще не самое худшее. Нам всем раздали таблички с разными надписями, рисунками на польском и на английском про эко-жизнь, потому что был эко-протест возле суда. Представляю, как было работником суда. Потому что чаще всего на съемках вам нужно молчать, ну, точнее, делать вид, что вы разговариваете, но беззвучно. А здесь нам нужно было кричать вовес голос. Стояла девушка с мегафоном и говорила, что нам кричать, какие летящие фразы нам нужно говорить. А мы их повторяли все. Ну, на самом деле, в конце дня я уже думала, что они мне будут просто сниться. Я уже так задолбалась им их говорить, что вы себе не представляете. Так вот, раздали нам эти таблички. И мы, наконец-то, начали снимать. И спустя полчаса съемок, то есть это примерно пару дублей, начал идти дождь. Мы такие, ну ладно, это, наверное, долго не займет, в принципе, нормально. Но дождь начал усиляться. И мы уже стояли абсолютно все мокрые. Кто мог, прикрывался этими картонками, разными деревянными. У всех все уже поломалось. У меня начала тик-тик краска с деревянной таблички. Мы просто не могли даже нигде спрятаться. Те, у кого были зонтики, просили их убирать на момент, когда именно снимали сам вот этот кадр. И это длилось действительно, казалось, что бесконечно. Когда у нас наконец был перерыв, нам пришлось под дождем все вместе бежать обратно в палаточный центр, то есть минут 5-7. Так вот, в этот момент мы уже были настолько задолбавшиеся. Хотя нам и дали обед, но мы все полностью промокшие. У нас вся наша одежда промокла. Ну, и не было даже варианта согреться, потому что палатки-то это не помещение. Там ничего нельзя сделать. Оно все еще находится на свежем воздухе. Дует ветер, холодный ветер. Я не знаю. Это просто жесть. Некоторые люди просто не выдержали и ушли, не забрав деньги, потому что поняли, что это уже too much. Это действительно перебор. После обеда мы опять вернулись на съемки. Все это время дождь продолжал идти. Я не знаю, как мы пошли туда-обратно, потому что я действительно, у меня уже настолько упали силы, я уже настолько возненавидела эти съемки, что мне уже хотелось просто уйти и все. До свидания. Но нет, мы снимали еще примерно часа три. В общей сложности съемки длились 12 часов, из чего шесть часов мы просто сидели и ждали непонятно чего. Пока все приедут, пока все что-то там сделают. Мы сидели все это время, просто ждали. Это просто... Это худшие съемки в моей жизни, действительно. Я не знаю, что может это перебить, хотя наверняка что-то может, но это было действительно ужасно. После этого, мне кажется, все заболели, да и тем более актерам массовки платят не так много, то есть у нас вышло где-то 8 злотых за час, это примерно 2 доллара в час, то есть это очень мало. И действительно, мы просто все после этого слегли с болезнями, потому что все были в легкой одежде, все стояли просто под дождем и под ветром, и в итоге все заболели, и эти деньги, которые нам заплатили, они просто ушли на то, чтобы покупать лекарства и лечиться. Спасибо всем огромное за просмотр, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите больше историй из моей жизни, либо из съемок, то пишите в комментариях, я буду всех их обязательно читать. И всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok